В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! Новости по Выборгской муниципальной телекомпания. Глава государства 47-й регион похвалил и скомандовал так держать. Здесь перед нами стоят очень большие задачи. Но, конечно, развитие промышленности, развитие ее отраслетия, тем более таких важнейших, фундаментальных, как энергетика, является ключевым для достижения всех целей, которые мы перед собой ставим. Сам завод представляет собой огромное сооружение с газотурбинными двигателями, компрессорными агрегатами и холодными блоками. В основном российского производства, уверяют на предприятии. Позади меня находится сердце данного завода. Это две технологические линии по сжижению природного газа. Каждая из технологических линий мощностью 330 тысяч тонн СПГ в год. Запущенный Криогаз Высоцк – это первая очередь проекта. Его мощность – 660 тысяч тонн сжиженного природного газа в год. Спрос на СПГ в мире стабильно растет. Поэтому в клиентах, уверены на предприятии, недостатка не будет. На завод природный газ поступает по магистральному газопроводу. Здесь его сжимают с последующим охлаждением. Процесс происходит ступенями. На каждой из них газ сжимается примерно в 5-12 раз. По завершении процесса его объем уменьшается в 600 раз. Ленинградская область имеет свой интерес. Правительство договорилось с инвесторами о реализации проекта перевода общественного транспорта, коммунальной и строительной техники на газомоторное топливо. Кстати, для автомобилистов, перешедших на газ, снижен транспортный налог. Плюс Криогаз Высоцк обеспечит рабочими местами большое число людей. Такой проект – это не только 175 рабочих мест непосредственно здесь, на предприятии. Это сопутствующая рабочая местная. Как правило, мы это умножаем на 10. То есть, как минимум, полторы тысячи человек получат сегодня хорошую работу благодаря этому проекту. Это первое. Второе – это переход действительно транспорта с экологически грязных технологий на экологически чистые технологии. Ведь не случайно президент обратил внимание, что такое электромобиль. Он ездит на электроэнергию, а 30% электроэнергии сегодня в Европе вырабатываются угольными станциями, которые загрязняют воздух, производя электроэнергию. Газомоторное топливо выделяет что? Выделяет воду, водород и никак не портит атмосферу и окружающую среду. Это особенно важно. Говорили и о перспективах газификации региона. По словам Александра Дрозденко, из-за особенностей скалистого грунта довести газ по трубопроводу до каждой деревни невозможно. Мы договорились, что мы будем оборудовать в поселках, особенно в бывших военных городках, в газбольдерные станции, которые будут работать на сжатом жиженом газе. И этот жиженый газ мы будем поставлять в котельные и в дома. От этого только жители выиграют. Запуск второй очереди завода «Криогаз» запланирован на конец 2020 года. Убрать мусор во всех парках и скверах, вычистить площади и восстановить поврежденные или износившиеся элементы благоустройства. Такую задачу перед организациями, работающими по муниципальным контрактам, поставили в администрации Выборгского района. Срок жесткий, успеть к началу майских праздников. В противном случае начнут сштрафовать. Комбинант благоустройства активно убирает листву и мусор, красит скамейки и ограждения, чистит гранитные столбики в парках. На данный момент мы успеваем выкрасить парк Ленина ограждения. Самое трудное и самое трудоемкое. Четвертый километр. Сейчас приступим к ограждению по улице Батарейной. Параллельно с этим выкрасили. Практически все заканчиваем скамейки старого образца. Сейчас перейдем к окраске урн. Кроме этого, у нас выгребаются газоны от сучьев, от старого мусора. Причем мусор, как вы понимаете, если он убирался в течение малоснежной зимы постоянно, то этой зимой у нас не было такой возможности убирать каждый день, потому что снег быстрее нас. А слой этот, соответственно, мусора увеличился настолько, что в этом году просто это очень трудно делать. Поэтому стараемся. Скамейки нового образца, установленные в прошлом году к 91-й годовщине Ленинградской области, приведут в порядок, как только температура воздуха достигнет нужного показателя. Их будут красить другой краской, которая должна ложиться при температуре воздуха 20 градусов. Поэтому поймаем эту погоду и за один день покрасим все скамейки. Параллельно специалисты комбината благоустройства приводят в порядок мемориалы и братские захоронения. Обновлены надписи на памятных знаках на площади выборских полков на четвертом километре и других. Кроме того, в Комитете по городскому хозяйству составлен перечень испорченного вандалами имущества. Сейчас рабочие восстанавливают остановки, восполняют украденные урны, выправляют покосившиеся столбики. Основная проблема, где вандалы, это у нас остановки. То есть остановки ремонтируются с точностью чуть ли не каждый месяц. Потому что, видимо, бойкие товарищи сидят, ждут, и пока они ждут, им заняться нечем. В кратчайшие сроки комбинат планирует вывести собранный мусор и завершить основной фронт работ по благоустройству к 1 мая. Затопленные источными водами подвалы, трещины в подъездах и горящие электрощитки. В администрацию Выборгского района поступают многочисленные жалобы на неисполнение обязательств управляющей компанией «Северная столица». В отдел жилищного хозяйства обращение направили проживающие в доме номер 2 на улице Промышленной, на Некрасово 31 и Харлова 14 и 20. На приеме у главы администрации Геннадия Орлова жильцы с промышленной попросили рассмотреть вопрос о переизбрании данной управляющей организации. Состояние дома действительно удручающее. В подвалах плавают фекалии, отсюда ужасный запах. В подъездах на стенах отслоилась штукатурка и пошли трещины. Мусор вывозится нерегулярно. В подвале постоянная вода, где это все не обслуживается, бегают крысы, и, в общем, дышим мы этим всем. В подвале трубы сгнившей горячей водой, которая была раньше, там все поотрезано. Канализация просто, особенно со вторых этажей, падает прямо напрямую и идет в подвал. Все это падает на голову сантехникам. Если управляющая компания сделала на себя содержание дома, я так полагаю, что должны это делать они. Течет крыша до второго этажа, это точно. Течет по всем проводам и в квартирах, и на лестничных площадках. Бегают крысы, ступеньки все покосившиеся. Ужас, что творится вообще с домом. Плесень не вывести никак. На стенах трещины, причем это сквозные трещины, есть и фотографии этих трещин, и все, то есть они не заделываются ничем. Как рассказали жильцы дома, руководители управляющей компании «Северная столица» их жалобы переводят на диспетчеров, а условия договора по обслуживанию так и не выполняются. Нами, значит, администрацией были направлены ряд писем-претензий на имя генерального директора Хасановой Айжан Ермековны с требованием того, чтобы она приняла все меры для исполнения условий договора управления вышесказанными домами. Так как у администрации, согласно законодательству, нет такого права штрафовать управляющей компанией администрация, направила в адрес комитета государственного жилищного надзора и контроля правительства Ленинградской области письмо о том, чтобы данный комитет провел внеплановую проверку деятельности управляющей компании «Северная столица» и принял соответствующие меры. Срок действия договора на обслуживание жилфонда УК «Северная столица» истекает в августе 2019 года. Только тогда, по закону, администрация сможет провести открытый конкурс, чтобы избрать новую добросовестную управляющую компанию. Что касается других управляющих компаний, администрация направляет соответствующие запросы в адрес комитета по жилищному надзору и контролю для решения данных вопросов уже с помощью надзорных органов. Смотрите, завидуете, я гражданин. 14-летние выборгские школьники получили свои первые паспорта. Церемония по традиции проходила в Музее воинской славы. В преддверии празднования Дня Великой Победы она стала особенно трогательной и запоминающейся. Напутствие молодежи дала ветеран Великой Отечественной войны Мария Александровна Никитина, участница освобождения Выборга в 1944 году. Именно Мария Александровна способствовала тому, чтобы в Малиновке был установлен памятный знак погибшим военнопленным. А потом долгие годы являлась хранительницей мемориала. Это самое главное для вас, то, что вы уже становитесь взрослыми. Берите примеры больших с ученым, которые вам всегда и вовсюду могут помогать. Чтобы вы поступили хорошими, хорошими заведениями. Первые паспорта получили подростки из разных городских и сельских поселений. Кадет Возрожденской школы Кирилл Клюхин признался, что очень волновался перед церемонией на столько торжественный момент. Получив конституцию, пообещал изучить и соблюдать главный документ страны. Получить паспорт, это, можно сказать, новый путь жизни. Я надеюсь, что буду хорошим гражданином своей Родины. С важной вехой в жизни молодежь и родителей поздравил директор городского информационного центра депутат Анатолий Смольянинов. Они получают первый документ, удостоверяющий личность, что является основанием для того, чтобы не только его предъявлять, но в соответствии с конституцией иметь права, ну и обязанности. Соответственно, это та ступенька, после которой человек, получивший паспорт, уже видит свою роль в жизни не только своей, но и государства. С паспортом каждый подросток получил конституцию Российской Федерации и яркую обложку для документа от Дома молодежи. Более 250 выборгских школьников станут участниками трудовых бригад и помогут облагородить внешний облик города. По традиции, летом такие бригады объединяют подростков, которым небезразлично состояние Выборга. К тому же, для многих это хорошая возможность получить первый трудовой опыт и, конечно, заработать деньги. Правительство Ленинградской области поддерживает как идею патриотического воспитания школьников, так и бережное отношение к природе и выделяет субсидии, которые будут расходоваться на заработную плату школьников. В трудовые бригады принимают подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Принимаем мы только полный комплект документов. Для этого нужно принести копию паспорта, копию с НИЛС, ИНН, реквизиты карты, справку 086У, справку о несудимости, трудовую книжку и заявление от ребенка. Его можно взять у нас на Димитрова 5. Если ребенку 14 лет, то также нам нужна копия паспорта родителя и заявление от родителя. Бригада, скорее всего, будет по 25 человек. Это будет 4 бригады в июне, 4 в июле и 3 в августе. Трудовое лето будет состоять не только из рабочих будней. Подростки примут участие в различных мероприятиях, акциях и праздниках, которые организуются Домом молодежи. Набор в трудовые бригады на июнь начнется 6 мая. Дополнительную информацию можно получить у специалистов Дома молодежи по телефону 201-24. Печальная новость. Сегодня ночью на 71-м году жизни скончался настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора благочинный Выборгского округа Протеерей Лев Церпицкий. Попрощаться с отцом Левом в храм пришли многие горожане, в числе которых представители Выборгской епархии, администрации района, депутатского корпуса. Глубокие соболезнования родным, близким и всем прихожанам выразил епископ Выборгский Приозерский Игнатий. Попрощаться с усопшим все желающие смогут завтра с 8 часов утра в течение всего дня. Похоронят Льва Церпицкого в субботу 27 апреля в Великом Новгороде. Проводить отца Льва в последний путь смогут все желающие. От Спасо-Преображенского собора будет организован бесплатный транспорт. Отъезд в 5 часов утра. Лев Церпицкий родился в 1948 году в Белоруссии в семье священника. Всю жизнь посвятил служению Русской Православной Церкви. В 1990 году был назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора Выборга. В 2008 году удостоен звания почетный гражданин Выборгского района. Соболезнования семье Льва Церпицкого и всем прихожанам выражают глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава районной администрации Геннадий Орлов. Под звучание шведского музыкального инструмента никель-харпа в главном зале рыцарского дома открылась экспозиция «Костел святого гиацинта. Забытая история». Посетители смогут увидеть литургические облачения католических священников конца XIX века, а также покровы, распятия, кадила, книги, молитвенники и другие ритуальные предметы из частной коллекции петербуржца Родиона Павлюченкова. Изначально какие-то вещи нужно было спасти, потому что это ткани, они, естественно, более всего подвержены действию времени, они быстрее всего разрушаются. А потом уже со временем как-то так получилось, что уже настолько получилось много предметов, что уже как-то можно было задуматься о полноценной какой-то уже коллекции, которая бы показывала и, скажем, и литургию, скажем, классическую католическую литургию, и духовную жизнь мирян. Кроме того, гости смогут узнать об истории строительства здания и судьбе католического прихода, который в нем располагался. Информация размещена на стендах. Текст у нас распределен таким образом, что вы можете познакомиться только со строительной историей здания или только с хронологией смены конфессий друг друга. Отдельные два стенда мы посвятили католичеству в Выборге. И поскольку среди служителей этого места и этого костела были очень достойные люди, то отдельный блок информации посвящен настоятелям этого прихода. И надо сказать, что они внесли большой вклад вообще в развитие культуры нашего города, в первую очередь музыкальной культуры. Ознакомиться с забытой историей костела Святого Геоцинта можно до конца августа. Выборгская школа искусств начала прием документов на новый учебный год. Детей здесь обучают по 15 специальностям, причем на бюджетной основе. За счет средств администрации Выборгского района, согласно требованиям закона, постоянно обновляется материальное оснащение школы, в том числе музыкальные инструменты. Для поступления нужно собрать необходимый пакет документов. Копия свидетельства о рождении, это копия паспорта одного из родителей, это фотография 3 на 4 ребенка для личного дела и справку от врача, педиатра, где будет написано, что ребенок может посещать музыкальную школу и заниматься на таком-то инструменте, который они выбирают. Прием документов осуществляется у нас по 15 мая, это прием документов. И с 15 мая по 15 июня у нас идут вступительные творческие испытания. Школа искусств предлагает такие специальности, как фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, хоровое, сольное пение и другие. Прием документов ведется по адресу улица Сухова, 14. Светлое Христово Воскресенье отметят православные 28 апреля. В этот день на Соборной площади Выборга пройдут традиционные народные гуляния. В праздник Светлой Пасхи жители и гостей города ждет театрализованная программа с участием творческих коллективов этнокультурного комплекса «Вереск», народные игры и пляски. Пройдут мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров. Начнется праздник в полдень. Вниманию автомобилистов! С половины седьмого вечера 27 апреля до 16 часов 28 апреля будет ограничено движение автотранспорта по периметру Соборной площади. Участок улицы Крепостной от Ленинградского проспекта до улицы Театральной. Проезды от Крепостной до улицы Сторожевой башни и от Театральной до Ладанова. На Пасху 28 апреля по распоряжению администрации Выборгского района будут организованы дополнительные рейсы автобусов до кладбища «Кангас» и кладбища в поселке Верхнечеркасово. Расписание на ваших экранах. Автобус номер 8А пойдет от улицы Спичечной по Ленинградскому шоссе до вокзала и далее на «Кангас». Дополнительный автобус номер 127А поедет по своему маршруту с заездом на Спичечную. Конечная остановка – Верхнечеркасовское кладбище. Автопробег «Дорогами Победы» 30 апреля пройдет по улицам Выборга. Он приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступают Комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации Выборгского района и Дом молодежи. Сбор начнется в 14.30 у воинского захоронения на 4-м километре Ленинградского шоссе. В 15 часов участники возложат цветы к мемориалу, после чего автоколонна стартует по маршруту, проложенному по улицам Выборга. В 16 часов на Южном кладбище пройдет торжественно-траурная церемония. Участники акции почтут минуты молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. В 18.30 состоится зажжение факела от Вечного огня, который будет доставлен в Санкт-Петербург в единую чашу воинской славы. Желающие принять участие в автопробеге еще могут до 28 апреля заполнить анкету. Телефон для справок на экране. Быстрее, выше, сильнее. На стадионе «Авангард» в Выборге взрослые и дети сдавали нормы ГТО. Этот физкультурно-спортивный комплекс возродили в России в 2014 году. И с тех пор ежегодно сотни выборщцев прыгают, бегают, плавают и даже стреляют. Главная цель – заработать знак – золотой, серебряный или бронзовый. До 2017 года у нас сдавали только преимущественно выпускники. То есть это у нас шли 9, 10, 11 класса. Сейчас у нас дают абсолютно все возраста. На сегодняшний момент у нас за вот этот период приступило к комплексе ГТО, поучаствовало более 2,5 тысячи человек. Более тысячи человек дошли до знака. Традиционно весной сдача нормативов по бегу на короткие и длинные дистанции. Для многих школьников это решающие дисциплины. От результатов зависит достоинство знака. Было страшно, но боялись сдать не так, что будет не на золото. Многие дети у нас уже сдают последние виды. То есть у нас комплекс ГТО предназначает, что надо сдавать примерно 7, 8, 9 видов, чтобы получить знак. Некоторые, соответственно, у нас сегодня уже сдают последние два вида. И после этого они будут уже ждать свой знак. Сначала выйдет приказ, и потом они уже получат свой знак. На тот, который они выполнили. То есть это либо золото, либо серебро, либо бронза. С 2017 года комплекс ГТО могут сдавать и взрослые. Возраст не ограничен. Последняя ступень – от 70 и старше. За знаки борются целыми семьями, а иногда и целыми классами. Учитель физкультуры Кирилловской школы сдает нормативы вместе с учениками. Для меня тоже это интересный опыт. Я для детей, как пример, сперва нужно необходимо самому. Тоже показать результат, на что они должны ориентироваться. Присоединиться к движению «Готов к труду и обороне» просто. Зарегистрируйтесь на сайте ГТО и обратитесь в Выборгский центр тестирования с индивидуальной заявкой и медицинской справкой. Центр находится в спортивном комплексе на Приморской, 41. Телефон для связи – 3-63-38. Наш выпуск на этом завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова